У нас напряжение 8,5 вольт. Просадка у нас 0,5 вольта целых. Ребята, всем привет! Достаточно давно мне приходила посылка, но опять что-то не доходили до неё руки. В общем, приходил мне триггер. Вот такая интересная штука. Данная штука в обычном быту особо будет не полезна, но кто любит тестировать зарядки, допустим, в каких-то мастерских или кто продаёт китайские зарядки, данная штука будет очень полезна. В общем, сейчас расскажу, для чего она нужна. Мне она пришла в пакетики с зажимом, и там какая-то ещё бумажка. Данный модуль под названием «Триггер» нужен для того, чтобы в зарядках, которые поддерживают Quick Charge, есть 3.0 и 2.0, это в переводе «быстрая зарядка», активировался этот режим. Допустим, вы себе заказали какую-то дешёвую зарядку с функцией Quick Charge, и у вас есть вот такой тестер. Но эту функцию вы не проверите с помощью него, так как он только может проверить вам 5-вольтовый режим, самый обычный. Но «Триггер» активирует функции, и с помощью хотя бы этого тестера и обычной нагрузки вы уже сможете приблизительно посмотреть, что вам прислал продавец. Так как обычно бывает, что дешёвые все зарядки у нас выдают не то, что нужно. Сделаем небольшой зрительный обзор. Платка у нас небольшая, как вы видите, она у нас без корпуса. С обратной стороны вот блестит флюс, ничего не отмыто. Есть надпись QS3020, и здесь написано «Триггер». С разных сторон у нас разъёмы, вход и выход USB. И на передней части у нас располагаются 3 кнопки. И сколько тут? И 6 светодиодов. Ну и чуть-чуть SMD-компонентов. Там вижу и конденсаторы, и пару микросхем. Данное устройство мы сейчас, конечно же, протестируем. У меня есть и большая нагрузка, и есть устройство, которое поддерживает Quick Charge 3.0. Это Powerbank, который я распаковывал вот здесь. Можете посмотреть, кому интересно, фирмы BlitzWolf. Но перед началом теста давайте пробежимся по кнопкам и по светодиодам. Я вам расскажу, что и как. В принципе, на плате всё подписано. Итак, левая самая кнопка – это у нас переключение режимов между 2.0 и 3.0. Ну а средняя и правая кнопка – это плюс и минус прибавлению вольтажа. Что касается светодиодов, они у вас сигнализируют, какой режим сейчас работает. Либо 2.0, либо 3.0. Ну а эти светодиоды показывают, какой у вас сейчас вольтаж. Циферки, которые находятся справа от светодиода – это вольтаж режима 2.0. То есть они чётко работают 5 вольт, 9 вольт, 12 вольт и 20 вольт. Ну а нижние цифры – это показывает вольтаж режима 3.0. Здесь у нас получается плавная регулировка от 4 до 7 вольт, от 7 до 11, от 11 до 15, от 15 до 20. Вот такой всякой фигнёй мы, конечно же, не будем это проверять. Я вам не советую такие покупать. Ну, конечно, они дешёвые, приблизительно показывают, но врут очень сильно, погрешность достаточно сильная. Ими можно, я так думаю, только измерять ёмкость. Будем использовать вот такую нагрузку. Ну, если интересно, видео вот тут. Вторым подопытным, как я и говорил, будет пауэрбанк от фирмы Blitzwolf, который поддерживает Quick Charge 3.0, но, правда, всего до 9 вольт. Большой плюс данной нагрузки – то, что здесь есть специальный разъём под триггер. Мы его вставляем, и у нас все вот эти разъёмы начинают работать в режиме триггера. Ну что, первое включение, и будем проверять, вообще работает этот триггер или нет. Шнур буду использовать типа Type-C, который шёл в комплекте с пауэрбанком. Светодиоды загорелись, и сейчас показывают, что работает режим 2.0, и вольтаж у нас 5 вольт. Что касается пауэрбанка, сейчас проверим. У нас в режиме от 6.5 до 9 вольт должно выдавать 2 ампера. Сейчас стоит самый обычный режим, и давайте поставим 2 ампера сразу. Достаточно большая просадка. Непонятно, есть ли это шнура или пауэрбанк. И сейчас вам покажу. Включаем второй режим. Вот у нас включилось. И посмотрите, при максимальной нагрузке 2 ампера у нас напряжение 8.5 вольт. Просадка у нас пол вольта целая. В принципе, наше устройство больше не поддерживает никаких режимов, но давайте попробуем, что у нас произойдёт. Всё, ничего дальше не происходит. Теперь переключаемся на режим 3.0. При Quick Charge 3.0 второй режим почему-то не включается, так как у него диапазон от 4 до 7 вольт. Скорее всего, из-за этого от 7 до 10, до 11 вольт он не хочет включаться. Да, он работает в первом режиме, как вы видите, до 7 вольт, так как здесь у нас напряжение 5.56. Сейчас я опущу ампераж на минимум. И у нас напряжение 6 вольт. Цель сегодняшнего видео моего было не тестирование данного устройства и не поиск каких-то косяков, а мне пришёл просто триггер, и я вам показал это устройство. На этом я заканчиваю. Если вам понравилось это видео, обязательно ставим лайки и оставляем комментарии. нужно вам это устройство или нет, пользовались бы вы или нет. Ссылочку на него я, конечно же, оставлю в описании. Не забываем про подписку, не забываем про группу ВКонтакте. Я с вами прощаюсь, желаю всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok